Всем привет, дорогие друзья! Перед началом этого видео хочу вам посоветовать канал под названием Power Off. На канале Power Off ты можешь найти видео, посвященное компьютерной тематике, тесты видеокарт, игровые сборки, дешевые сборки, сборки с авито и многое другое. Переходи, ссылка будет в описании, я вам всем советую канал Power Off! Хопа! Всем привет, дорогие друзья! Сегодня ко мне приехал новенький Redmi Note 9 Pro. Это сейчас самый типа крутой из Redmi Note 9 семейства. Новый телефон, недавно он вышел в продажу, недавно начал продаваться в России. Версия 6.64, вес, точнее не вес, а цвет называется Tropical Green, тропический зеленый. У меня младшая комплектация 6.64, наиболее бюджетная. Так, давайте посмотрим на телефон. Что здесь написано? Redmi Note 9 Pro, вес, easy, access to Google Apps, you use most. То есть здесь написано типа, что вы без проблем сможете пользоваться Google сервисами. Это типа подколка компании Huawei, потому что, как вы знаете, сейчас современные Huawei и Honor, они выпускаются и продаются без Google сервисов, со своим магазином приложений. Ну и, собственно говоря, вот так вот упакован этот телефон, пленочку, чтобы не поцарапался. Здесь еще дополнительные сертификационные наклейки, которые можно убрать. И, как вы видите, в зеленом цвете Note 9 Pro отличается таким интересным дизайном. Он как бы разделен по линейке на две части. Вот эта нижняя часть имеет текстуру диагональных полосок, и верхняя часть, она ничего, получается, не имеет. Здесь у нас скрывается маленькая вспышка, четыре камеры, основная камера на 64 мегапикселя, сканер находится в кнопке включения. Так, ну и снизу логотип, Made in China, номер и сертификация. Прикольно смотрится, очень красиво. Посмотрите, реально такой зеленый какой-то изумрудный цвет. Мне очень нравится, как он переливается. Вот сейчас Redmi Note подтянулись настолько в дизайне, что они выглядят как флагманы. Сейчас уже нельзя сказать, что этот телефон не относится к флагманской линейке, да. То есть Redmi Note реально выглядит очень дорого, очень солидно. Также на экране мы видим, что наклеена защитная пленка, что тоже неплохо. Дальше, по основным характеристикам, что у нас на экране написано, на пленке написано на рекламной. Ну, во-первых, что модель называется Redmi Note 9 Pro. Во-вторых, что здесь 64 мегапикселя основная камера, 16 мегапикселей фронтальная камера. 30 Вт быстрая зарядка, 5020 мА батарея, Qualcomm Snapdragon 720G, 8 нанометров, высокоэффективный процессор и 667 дюймов экран. В комплекте с телефоном поставляется силиконовый прозрачный чехол. Давайте сейчас сразу покажу, как он выглядит на телефоне. Почему он такой прозрачный? Потому что, чтобы было видно, какого цвета у вас телефон. Если вы заказываете темный телефон, серый, да, то и чехол будет такой сероватый. Здесь чехол просто прозрачный. Вот такой вот чехол защищает ваш телефон от падений и от каких-то мелких царапин. Это хорошо, что они его кладут. Безусловно, очень-очень хорошо. Также скрепка, чтобы открыть сим-лоток. Давайте сразу оценим, что здесь за сим-лоточек. 2 плюс 1 или нет? Так, открываем. Да, 2 плюс 1, плюс еще здесь сим-лоток защищен такой резиновой прокладкой, чтобы туда не попадала вода. Это тоже хорошо. Хорошо. И еще в комплекте, естественно, идет быстрая зарядка. Быстрая зарядка, как я понимаю, на 30 Вт. Реально быстрая. Так, смотрим. 20 Вт. Да, максимально даже 33 Вт. 33 Вт. Очень быстрая зарядка. Это, наверное, самая быстрая зарядка, которая когда-либо шла с Redmi Note. И это кабель USB Type-C. Все. Больше, собственно говоря, в комплекте ничего нет. Комплектация очень богатая, ну, потому что это Pro-версия, поэтому здесь должно быть все на высшем уровне. Ну и да, ребят, вы скажете, а сколько он стоит? Он стоит от 21 990 рублей. То есть именно вот такая версия 6.64 стоит 21 990. Ну что ж, запускаем телефон. Первое включение. Сейчас я настрою его и продолжу видео. А пока он включается, давайте я вам расскажу коротко про разъемы. Внизу мы имеем разъем для наушников 3.5 мм, разъем для зарядки USB Type-C. Это отверстие под динамик. Вот это маленькое отверстие – это микрофон. Дальше справа кнопка включения и одновременно это же сканер отпечатка пальцев. Дальше качелька громкости, уменьшение, увеличение громкости. Вверху есть еще одно отверстие под микрофон. Это у нас инфракрасный порт, инфракрасный датчик, чтобы управлять своей техникой. Ну, в основном все управляют телевизорами, переключают каналы, делают тише, громче. Это очень удобно. И слева сим-лоток для флешки и для двух сим-карт. Ну и камера уже традиционно, как у всех телефонов, у 99% современных телефонов, она немножко выпирает из корпуса. Телефон идет уже с предустановленной MIUI 11. Хопа! Ну вот и все. Телефон настроился. Вот так вот выглядит рабочий стол стандартный. Ничего еще пока не трогал, ничего не удалял. Здесь мы видим уже предустановленные приложения специально для России. Это Яндекс.Дзен, это Яндекс... О, смотрите, сколько здесь целая папка. Это Алиэкспресс, Опера, Автору, Фейсбук, ВПС Офис, Ебэй даже есть. Даже есть несколько игр. Посмотрите, сколько игр. Они простенькие. Ну, короче, здесь куча разного софта уже по умолчанию стоит. Сразу давайте глянем, какая сейчас прошивка установлена. Что за Android? Заходим о телефоне. И мы здесь видим, что прошивка у нас так, так, так. Где? Вот. Android 10. И версия MIUI у нас 11.01. Возможно, даже сейчас новая какая-то прошивка есть. Проверить обновление. Нет, обновлений пока нет. Патч безопасности от 1 апреля 2020 года. По дизайну он полностью копирует Redmi Note 9S, более доступный телефон. Здесь также фронтальная камера оформлена вот в такой вот кружок, такое отверстие. Диагональ экрана 6,67 дюйма. IPS-матрица 60 Гц, Full HD+, разрешение. Отличный экран, хороший, мне он нравится, нормальный. Но единственное, что телефон, конечно, большеватый. Не каждому подойдет такая здоровая лопата. Он тяжелый, увесистый, широкий. Не во все карманы он также влезет. В чем его огромное преимущество по сравнению с телефоном Redmi Note 9S? Это то, что у него есть NFC. Например, у Note 9S NFC нет. А вот Note 9 Pro, именно этот телефон, получил NFC. И многие его за это именно и выберут. Также у этого телефона отличается камера. Redmi Note 9 Pro имеет камеру 64 Мп, а вот Note 9S имеет 48 Мп. И камера здесь чисто теоретически должна быть лучше. Но я потом ее, конечно, еще сравню с Note 9S и с обычным Note 9. А в обычном режиме она, конечно, не фотоит в 64 Мп. Для того, чтобы сфотать в 64 Мп, нужно специальный режим отключить, подключить точнее. И давайте сейчас попробую на отдалении сфотать коробку, посмотреть, будет ли там виден четко текст. Вот, все, я сфотал, сделал фото в 64 Мп. Здесь даже это пишется по умолчанию. Но вот этот вот водяной знак, его можно убрать, отключить в настройках. Во-первых, оценим, сколько весит такая фотография в 64 Мп. Весит она почти 15 Мб, одна лишь фотография. И теперь приближаем коробочку, смотрим на детализацию. Так, HD просмотр. Слушайте, ну я бы не сказал, что прям супер 64 Мп. Нет, все-таки текст. Да, понятно, что сильно я приближаю. Вот, посмотрите. Текст виден. Но не сказать, что прям вау. Да, все-таки, да, читается, но не вау. Видеозапись. Заходим в видео, смотрим, в каких форматах телефон умеет снимать. Full HD 30 кадров в секунду, Full HD 60 кадров в секунду, 4К 30 кадров в секунду. И пошло уже на уменьшение, получается. То есть, что это, о чем это может говорить? Это может говорить о том, что он снимает в таких же форматах, как и Note 9S. Также здесь есть электронная стабилизация изображения, чтобы картинка у вас сильно не тряслась во время записи видео. Сканер. Проверяем, как работает сканер. Только прикладываю палец, и телефон сразу разблокируется. Моментальная разблокировка, очень удобный сканер. Можно зарегистрировать несколько отпечатков. Можете и правую руку зарегистрировать, и левый палец, например. Левой руки вот этот, чтобы разблокировать левой рукой. Также есть разблокировка по фронтальной камере. Тоже ее можно в настройках подключить. Что у нас здесь по железу? Так как это Pro-версия, естественно, здесь должно быть классное железо. Железо здесь реально хорошее. Здесь у нас Qualcomm Snapdragon 720G процессор используется, восьмиядерный, по 8 нанометрам сделанный. Также оперативная память 6 гигабайт LPDDR4X, 64 гигабайта встроенной памяти, версия Bluetooth 5.0. Видеоускоритель Adreno 618. Плотность пикселей на дюйм 398. Вот такое вот здесь установлено железо. Телефон поддерживает 3G и 4G сети. 5G, к сожалению, он не поддерживает. Также он поддерживает быструю зарядку. В комплекте уже идет быстрая зарядка, как я сказал. Батарея на 5020 мАч. Держать он будет примерно 2-2,5 дня при среднем использовании. Также я советую включать еще режим энергосбережения. В таком режиме ваш телефон еще дольше будет держать аккумулятор. Я всегда его юзаю, ставлю его куда-нибудь повыше в строчке переключения режимов. Вот, ставим режим экономия и телефон у вас немножко экономнее становится. Итак, что касаемо бенчмарков. В Antutu телефон набирает впечатляющие 275 тысяч баллов. Это очень много. Дальше тест на троттлинг. Вначале был какой-то небольшой троттлинг, 80%. Но я связываю это, наверное, с тем, что это я запустил сразу после Antutu. То есть телефон был уже нагретый. Ребята, извиняюсь, не позвонили. Короче, что я имел в виду? То, что он был горячий, я сразу запустил этот тест. И, возможно, в этот момент он неполную производительность показывал. Потом немножко остыл и пошел на максимумах работать. Вот вы видите, график максимум показывает. Следующее, это тест памяти. Память здесь тоже довольно-таки быстро установлена. И это тест Geekbench. 550 баллов в одноядерном режиме, 1700 в многоядерном. Что еще здесь есть интересного? Да, по сути, это обычный Redmi Note. Как бы он из бюджетной семьи, да, из бюджетного семейства. Но, по сути, здесь есть все то, что нужно обычному пользователю. Здесь нет каких-то там крутых фишек, типа влагозащита, беспроводная зарядка. Что еще сейчас модно? Экран 90-120 Гц. Здесь всего этого нет. Зато здесь есть хороший процессор, хороший экран, неплохие камеры, которые способны и снимать видео в неплохом качестве, и фотографии вам давать в неплохом качестве, и много объективов. То есть, здесь есть и широкоугольный объектив, естественно. Обычный объектив 64 Мп. Также здесь есть макрообъектив для очень приближенных фотографий. Есть объектив специально для портретов. То есть, ну, все, что нужно сейчас есть. И даже больше, чем нужно. И плюсом идет вот именно аккумулятор. 5000 мА. Даже у флагманов мало у кого есть такие огромные аккумуляторы. Как правило, они ставятся в бюджетные, либо в среднебюджетные телефоны. Флагманы борются за толщину, чтобы был он как можно тоньше. Поэтому там такие аккумуляторы – это большая редкость. Дизайн тоже, как я уже сказал, выглядит дороже, чем стоит телефон. Очень напоминает что-то такое дорогое, премиальное. Звук. Звук здесь моно. Динамик 1. Давайте тоже послушаем. Ребят, динамик стал лучше, чем у того же Redmi Note 8 Pro. Динамик стал реально лучше. Звук громче и качественней. В итоге, что я могу сказать про Redmi Note 9 Pro. Отличное продолжение прошлогодней модели Redmi Note 8 Pro. Телефон стал более автономным. Телефон получил новый процессор от компании Snapdragon. Теперь уже не так смущать будет этот телефон любителей Qualcomm. Потому что прошлый телефон был на медиатеке. И многие не доверяют медиатеку. У них был однажды какой-то плохой опыт. И они говорят, что мы не купим телефон на медиатеке. Этот телефон получил новый дизайн. Чуть более современный. Чуть более оригинальный. Сканер переместился. Сбоку теперь он стал. Работает быстро. Вот сейчас только микролаг. Смотрите. Вот, завесончик словил небольшой. Для игр телефон также подходит. Потому что Snapdragon 720G это новый процессор. И довольно-таки производительный. И все игры на нем, естественно, идут. 6 гигов оператива обеспечит вам хорошую многозадачность. То есть можно переключаться между приложухами. Чтобы они не перезагружались. То есть можно много приложений, чтобы висело у вас в оперативной памяти. Именно оперативки много и хватит ее надолго. Телефон обновится как минимум один раз. Должен он получить MIUI 12 и Android 11. Вот как. Android 11 и MIUI 12. Ну и скорее всего он получит MIUI 13 и 14. То есть несколько лет обновлений еще будут на этом телефоне. Задняя крышка сделана, кстати, из стекла. Поэтому крайне рекомендую вам носить телефон в чехле. Ну а пленку ее можно потом будет заменить на стекло. Если вдруг вам хочется что-то более надежное. Пленка все-таки не так сильно спасает от каких-то жестких ударов, падений. Поэтому если хотите, можете наклеить сюда стекло. Оно сюда легко встанет, потому что экран не очень закруглен. То есть это не как у нового Mi 10 или Mi Note 10, где экран-водопад очень сложно клеить на такие экраны стекла. Здесь это будет наклеить легко. И стекла можно купить на Алиэкспрессе там за 200-300 рублей. Не очень дорого. Так что, ребята, вот такой вот Redmi Note 8 9. 9, 9, 9. 9 Pro получился. Всем советую. Ссылку оставлю в описании. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи. И всем пока.